Бывало, что вы приходите в модный ресторан, листаете меню со сложными названиями, а душа просит простого борща, чтобы и цвет малиново-красный, и капуста хрустела, да со сметаной. А знаете, как приготовить такой правильный борщ, чтобы было вкусно по ГОСТу? Сегодня в меню. Борщ сибирский, кнелли из птицы, яблочный мусс с клюквенным соусом, молочный коктейль. С копченостями, с грибами, с черносливом. Пока историки спорят, где родился борщ, повара экспериментируют с рецептами. В 30-е годы прошлого века в кулинарные сборники СССР включили более 15 вариантов борща. Среди них сибирский, сытный и особенно густой. Борщ сибирский отличается от других борщей тем, что он очень колоритный. Почему? Используют обязательно фасоль. Фасоль – это источник углеводов. Конечно, за счет этого пищевая энергетическая ценность борща очень повышается. И кроме того, этот борщ отпускают обязательно с фрикадельками. Итак, для борща сибирского вам понадобится литр бульона из говядины, вареная свекла среднего размера, два небольших клубня картофеля, четверть крупной моркови, немного лука и чеснок, три столовые ложки квашеной капусты, две столовые ложки вареной фасоли, столовая ложка томатной пасты, 70% уксусная кислота и чайная ложка сахара. Для фрикаделек возьмите 100 граммов говяжьего фарша, немного лука и одно яйцо. Мелко режем лук и пассируем до полупрозрачности. Добавляем нарезанную соломкой морковь и жарим 5 минут. Теперь подготовим квашеную капусту. Капусту предварительно не промывают, какая бы кислая она ни была. Просто тщательно отжимают и предварительно капусту тушат. С добавлением небольшого количества жира, бульончика до готовности. Тушим 40 минут. Одновременно подготовим свеклу. Борщ в процессе приготовления очень капризный, потому что в процессе он может обесцветиться. Чтобы этого не произошло, свеклу тушим до готовности. Кладем в кастрюлю свеклу, масло и томатную пасту. Также понадобится уксусная кислота, разбавленная водой. 4 грамма уксуса на 100 грамм воды. Но мы взяли водички 20 грамм, поэтому, соответственно, и уксуса я добавила несколько капелек. А уксус добавляют при тушении свеклы, чтобы свекла в процессе хранения супа не обесцветилась. Добавляем раствор в свеклу и тушим 15 минут. Теперь бульон. Косточки обжарила на сковороде без жира, залила горячей водичкой, варила без кипения. В процессе приготовления добавила подпеченные морковь и лук. Нарезаем картофель. Кладем в горячий бульон и варим 10 минут. Займемся фрикадельками. Нарежем лук и смешаем с фаршем. Далее соль, перец и желток. В небольшой кастрюле нагреваем полстакана воды, добавляем соль, перец и лавровый лист. В получившемся рассоле тушим фрикадельки в 7 минут. В кипящий суп поочередно добавляем лук с морковью, капусту, свеклу и вареную фасоль. Не забываем про сахар. Сахар добавляю для того, чтобы придать кисло-сладкий вкус. На первом месте кислота, на втором обязательно сладость. Лавровый лист и заправляю чесноком. Все, и готовый борщ настаивается. Наливаем в тарелку. Не жалейте овощей, этот борщ должен быть густым и обязательно со сметаной. Рецепт борща сибирского. Нарежьте лук, посеруйте до полупрозрачности. Нарежьте соломкой морковь и соедините с луком. Жарьте 5 минут. Добавьте в квашеную капусту сливочное масло, 2 столовые ложки бульона и тушите 40 минут. Нарежьте вареную свеклу, соедините с томатной пастой и сливочным маслом. Разбавьте уксусную кислоту водой, добавьте к свекле, тушите 15 минут. Нарежьте картофель, поместите в горячий бульон и варите 10 минут. Смешайте фарш с нарезанным луком и желтком, посолите и поперчите. Сформируйте фрикадельки, отварите в небольшом количестве воды в течение 7 минут. Добавьте в бульон готовые овощи, вареную фасоль, чайную ложку сахара, а также лавровые листы, мелко нарезанный чеснок. Дайте супу настояться в течение 30 минут. Подавайте борщ со сметаной. В СССР диеты были и разрабатывали их на государственном уровне. Помните 15 так называемых лечебных столов? Их придумал Мануил Певзнер, основатель советской диетологии. А еще одна заслуга профессора Певзнера – организация специальных диетических столовых по всей стране. Раньше в любом предприятии, капелье, столовой обязательно было организовано диет питания. Для этого выделялись отдельно посадочные места. Приготовим второе из советского лечебного меню – к Нелли. Подойдет тем, кто следит за фигурой. На две порции возьмите один кусок филе птицы, курицы или индейки, полстакана сливок, яйцо, немного сливочного масла и соль. Для гарнира два крупных клубня картофеля, полстакана молока, столовая ложка муки, сливочное масло и соль. Мелко режем филе и два-три раза пропускаем через мясорубку. Теперь взбиваем массу, можно блендером, и постепенно вмешиваем сливки и яичный белок. Консистенция густой сметаны, то есть густая, но в то же время очень нежная. Очень важно определить готовность взбитой к Нелли массы. Кусочек к Нелли массы опускаем в горячую воду, и она не должна тонуть. К Нелли масса всплывает. Это говорит о готовности. Вот сейчас ее можно посолить. Помещаем массу в кондитерский мешок. Если его нет, можно использовать ложку. Готовить к Нелли будем в пароварке. В настоящее время можно использовать в домашних условиях мультиварку. Принцип действия один и тот же. Делаем гарнир картофелем в молоке. Нарезаем, варим 10 минут в небольшом количестве воды. Готовим соус. Растопим сливочное масло и доведем до кипения молоко. Пассируем муку до коричневого цвета. Слегка охлаждаем и наливаем молоко. Добавляем соус в картофель и прогреваем на плите 5 минут. Рецепт к Нелли из птицы. Нарежьте мясо. Пропустите через мясорубку 2-3 раза. Взбейте массу блендером, постепенно добавляя сливки и яичный белок. Сформируйте к Нелли с помощью кондитерского мешка. Поместите в пароварку на 7 минут. Для гарнира нарезанный картофель отварите в течение 10 минут в небольшом количестве воды. Разогрейте молоко. Соедините с мукой, пассерованной на сливочном масле. Добавьте молочный соус в картофель. Прогрейте в течение 5 минут. Антоновка, Семиренко, Грушовка. Яблоневые сады цвели по всему СССР. На юге выращивали зимние сорта. Те, что дольше хранились. В средней полосе – скороспелые. Такие плоды быстрее портились, зато полезных веществ в них было больше. Фрукты поставляли на перерабатывающие комбинаты, в столовые и кондитерские. Там наливные яблочки превращались в повидло, соки и десерты, например, муссы. В наше время изысков десертов не было, а из того изобилия фруктов, которые были в то время, яблоки, по крайней мере, были. Поэтому этот мусс пользовался спросом. Приготовим 4 порции яблочного мусса. Вам понадобится 2 стакана воды, крупное зеленое яблоко, манная крупа – 2 столовые ложки, сахар – 3 столовые ложки и немного лимонной кислоты. Для соуса – 2 столовые ложки клюквы, сахар и крахмал. Режем яблоко. Для мусса, например, подойдет сорт Семиренко. Они раньше были распространены, очищать не обязательно. Кладем яблоко в горячую воду и варим 10 минут. За это время протираем клюкву через сито, отделяем сок, а протертые ягоды помещаем в отдельную кастрюлю. Наливаем полстакана воды и доводим до кипения. Затем процеживаем. Снова выливаем жидкость в кастрюлю и варим пару минут. Отдельно разбавляем крахмал водой. Соотношение крахмал и воды где-то 1 к 5, а он не растворяется. Просто его разводим. Добавляем разбавленный крахмал в горячий ягодный отвар. Выливаем туда же охлажденный сок и убираем с огня. А яблоко уже сварилось. Протираем через сито, возвращаем пюре на плиту, добавляем лимонную кислоту и сахар. Как закипает, так мы всыпаем манную крупу. Вообще проваривают минут 10. Сейчас промышленность выпускает такую мелкую манную крупу. Буквально до загустения чуть-чуть, минуты 3 достаточно будет. Теперь охладим пюре. Вот так, поставив кастрюлю с ним в емкость с ледяной водой. Обязательно охладить и только потом взбивать, чтобы образовалась пышная масса. Температура должна быть не выше 30 градусов, поэтому охлаждаем. Взбиваем массу миксером, выкладываем в кареманки и убираем в холодильник на 1 час. Готовый десерт поливаем клюквенным соусом. Рецепт яблочного мусса. Нарежьте яблоко, варите 10 минут. Протрите яблоко через сито, поставьте пюре на плиту, добавьте лимонную кислоту и сахар и доведите до кипения. Всыпьте манную крупу и варите 3 минуты. Охладите массу и взбейте миксером. Выложите мусс в креманке и уберите в холодильник на 1 час. Рецепт клюквенного соуса. Протрите клюкву через сито, отделите сок и уберите в холодильник. Добавьте в протертые ягоды полстакана воды и доведите до кипения. Процедите отвар, вылейте в кастрюлю и добавьте разбавленный крахмал. Прогрейте, добавьте сок и охладите. Полейте охлажденный мусс клюквенным соусом. Милкшейк. Так сейчас модно называть молочный коктейль. Основа напитка все та же. Молоко, мороженое. Но почему же его вкус так изменился? Конечно, раньше для приготовления коктейлей использовали более натуральные продукты. И вкус, конечно, коктейля был совершенно другой. Потому что молоко было натурально не из восстановленного сухого молока. А пломбир тоже, все помнят, до сих пор вкус настоящего советского пломбира. На два бокала вам понадобится стакан молока, четверть стакана ягодного сиропа и два шарика мороженого. Лучше брать обычный пломбир без добавок. Продукты должны быть все охлажденные. Молоко. Молоко должно быть холодным. Сироп. И мороженое. И к сирам можно, и к блендерам можно. Взбиваем все ингредиенты и выливаем в бокалы. Пить лучше сразу, пока не исчезла воздушная пенка. Рецепт молочного коктейля. Охладите молоко и сироп. Смешайте с мороженым. Взбейте массу миксером. Налейте коктейль в бокалы. Подавайте с трубочкой. 10 копеек стоил этот напиток в СССР. Сейчас молочные коктейли выросли в цене, а вот во вкусе, увы, как будто что-то потеряли. Вернуться в детство нельзя, но если очень хочется, то можно пригубить наше сладкое прошлое. Ведь мы-то знаем, раньше было вкуснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин